Глава шестая. Прибытие в Польшу. Единственного и наиболее важного элемента этого окончательного решения еврейского вопроса в Европе – уничтожение евреев генерал-губернаторства, которые составляли основную часть польского еврейства. Однако для убийства европейских евреев был выбран метод, отличный от расстрельных операций, используемых против евреев русских. Метод, который был более эффективным, менее публичным и менее обременительным психологически для убийц. Организационно-технологическим ответом на эти нужды стал лагерь смерти. Жертвы будут депортированы в специальные лагеря, где в силу конвейерных процедур, требующих очень ограниченной рабочей силы, в основном заключенных, их будут умерщвлять газом в относительной тайне. Осенью 1941 года подготовка к отравлению газом началась в трех местах. Освенцим-Беркинау, близ Котовицы в Селезии, Хелмна, близ Лодзи в Вертагау, оба на присоединенных территориях, а также Белжец в Люблинском округе Глобочника. Крупномасштабные отравления газом начались в Хелмна в начале декабря 1941 года и в Беркинау в середине февраля 42-го. Газирование лагеря Глобочника в Белжеце началось только в середине марта 1942 года. Задача, стоявшая перед Глобочником, была огромной, но для ее выполнения ему практически не давали рабочей силы. Для получения опыта и помощи в строительстве и эксплуатации Центра уничтожения в Белжеце, Глобочник смог привлечь персонал из программы эвтаназии в Германии. Но это была горстка людей, максимальное число которых никогда не превышало сотни. Одного этого числа было недостаточно для укомплектования даже одного лагеря смерти, а Глобочнику предстояло построить еще два в Собиборе и Треблинке. Однако лагеря смерти были не самой большой проблемой Глобочника. Гораздо более важным был вопрос рабочей силы, необходимой для расчистки гетто, для того, чтобы собрать жертв и заставить их сесть в поезда смерти. Только в Люблинском округе проживало около 300 тысяч евреев, а во всем генерал-губернаторстве порядка двух миллионов. В то время как военная судьба Германии висела на волоске в решающий 1942 год, где было взять людей для такой ошеломляющей логистической задачи? На самом деле, кроме собственно задания, Гиммлер практически ничего не дал Глобочнику, и тому пришлось импровизировать, создавая частные армии из собственных ресурсов, чтобы выполнить поставленную Гиммлером задачу. Для координации кампании массовых убийств польского еврейства, получившей название операции «Рейнхард» в честь убитого в Чехословакии в июне 1942 года Рейнхарда Гейдриха, Глобочник сформировал специальный штаб под руководством своего заместителя и соотечественника из Австрии Германа Хёфля. Ключевыми людьми в этом штабе были Кристиан Вирт и его адъютант Йозеф Оберхауэр, отвечавшие за центры уничтожения. Гельмут Поль, еще один австриец, руководил входящими перевозками. Георг Михайзен, Курт Клаассен и, вновь уроженец Австрии, Эрнст Лерх, отвечали за надзор и часто лично участвовали в полевых операциях. Георг Випперн управлял сбором, сортировкой и использованием еврейского имущества, собранного в лагерях смерти и в освобожденных гетто. В качестве руководителя СС и полиции в Люблинском округе Глобочник отвечал за координацию всех региональных операций, в которых совместно участвовали смешанные подразделения СС. Таким образом, в его распоряжении оказалась вся сеть СС и полиции в Люблинском округе. Самое главное, это означало наличие двух отделений полиции безопасности, гестапо и крипо, с одной стороны, и различных подразделений полиции порядка, с другой. Помимо основного штаба в городе Люблин, полиция безопасности имела четыре филиала в округе. В каждом из них был отдел гестапо «по еврейским делам». Присутствие полиции порядка ощущалось по трем основным признакам. Во-первых, в каждом из крупных городов Люблинского округа было агентство «Шуцполицай», в обязанности которого входил надзор за польской муниципальной полицией. Во-вторых, по городам в сельской местности были разбросаны небольшие отряды жандармерии. Наконец, в Люблинском округе разместились три батальона полиции порядка. Отделения полиции безопасности вместе с подразделениями «Шуцполицай» и «Жандармерии» предоставили небольшое количество полицейских, которые знали местные условия. Но три батальона полиции порядка общей численностью полторы тысячи человек представляли собой самый большой кадровый резерв полиции, на который мог опереться «Глобочник». Ясно, что они были необходимы, но все же недостаточны для удовлетворения его потребностей. «Глобочник» также использовал два других источника рабочей силы. Первой была «Зондердинст» – специальная служба, состоящая из небольших подразделений этнических немцев, которые были мобилизованы и обучены после немецкого завоевания и назначены главам гражданской администрации в каждом уезде округа летом 1940 года. Вторыми, но куда более важными, были так называемые «травники». Не имея возможности удовлетворить свои потребности в рабочей силе за счет местных ресурсов, «Глобочник» убедил Гиммлера набрать непольских помощников из советских приграничных районов. Для выполнения этой задачи ключевым лицом в штабе операции «Рейнхард» «Глобочника» был Карль Штрейбель. Он и его люди посещали лагеря для военнопленных и вербовали украинских, латышских и литовских добровольцев, которых проверяли на предмет их антикоммунистических и, следовательно, почти всегда антисемитских настроений, предлагали побег от вероятной голодной смерти и обещали, что они не будут использоваться в бою против советской армии. Эти добровольцы были доставлены в лагерь СС в Травниках для обучения. При немецких офицерах СС и этнических немецких унтер-офицерах они формировались в подразделениях по национальному признаку. Наряду с полицией порядка они составляли второй крупный кадровый резерв, из которого «Глобочник» формировал свои частные армии для кампании по зачистке гетто. Первое кровавое наступление на Люблинское еврейство началось в середине марта 1942 года и продолжалось до середины апреля. Около 90% из 40 тысяч жителей Люблинского гетто были либо казнены на месте, либо депортированы в лагерь смерти в Белжеце, куда также были отправлены от 11 до 12 тысяч евреев из близлежащих городов Избитца, Пяски, Любартуф, Замость и Красник. В тот же период около 36 тысяч евреев из соседнего района Галиции к востоку от Люблина также были депортированы в Белжец. С середины апреля по конец мая операции по уничтожению в Белжеце были временно остановлены. Так как небольшое деревянное здание с тремя газовыми камерами было снесено, а на его месте возникло большое каменное строение с шестью вместительными газовыми камерами. Когда в конце мая операции по уничтожению евреев возобновились, в лагерь стали поступать в основном евреи, депортированные из соседнего Краковского округа на запад, а не представители Люблинского еврейства. Однако Собибор, второй лагерь смерти Глобочника в Люблинском округе, начал действовать в начале мая. В течение следующих шести недель он принимал евреев из Люблинских уездов Замость, Пулавы, Красныстов и Хелм. К 18 июня, всего через три месяца после первой депортации из Люблинского гетто, было убито около ста тысяч евреев из Люблинского района, а также шестьдесят пять тысяч из Кракова и Галиции. Подавляющее большинство было убито газом в Белжеце и Собиборя. Депортация в лагеря смерти была лишь частью масштабного переселения центральноевропейского еврейства. В то же время, когда польских евреев депортировали из их домов в лагеря смерти, в Люблинский район направлялись поезда с евреями из Германии, Австрии, протектората и марионеточного государства Словакия. Некоторые из этих транспортов, такие как поезд 14 июня из Вены, охраняемый лейтенантом Фишманом, также были отправлены прямо в Собибор. Другие, однако, были выгружены в различные гетто, а иностранные евреи временно заняли места недавно убитых. Эта массовая перетасовка евреев, а также массовые убийства в Белжеце и Собиборе временно прекратились 19 июня, когда из-за нехватки подвижного состава все еврейские перевозки в генерал-губернаторстве были остановлены на 20 дней. С 9 июля возобновили свою работу два поезда смерти в неделю из Краковского округа в Белжец, а постоянный поток транспорта из Варшавы в недавно открытый центр уничтожения в Треблинке начался 22 июля. Однако основная железнодорожная ветка, ведущая в Собибор, находилась на ремонте, что сделала этот лагерь практически недоступным до осени. Поэтому в самом Люблинском округе депортации в лагеря смерти в начале июля не возобновились. Именно во время вынужденного перерыва в окончательном решении в генерал-губернаторстве в Люблинский округ прибыл 101-й резервный полицейский батальон. 20 июня 1942 года батальон получил приказ о проведении спецоперации в Польше. Характер этой спецоперации не был указан в письменных приказах, но мужчинам внушили, что они будут нести караульную службу. По всей видимости, об истинном характере предстоящих обязанностей не подозревали даже офицеры. Батальон высадился на станции Штерн-Шанце, в той самой точке, откуда прошлой осенью депортировали на восток гамбургских евреев. В польский город Замость в южной части Люблинского округа батальон прибыл 25 июня. Через пять дней штаб батальона был переведен в Белго-Рай, а различные части батальона быстро дислоцировались в близлежащих городах Фрамполе, Торногруде, Уланове, Туробине и Высоке, а также более отдаленном Закшуве. Несмотря на временное затишье в убийствах, лидер СС и полиции Адила Глобочник и его штаб операции Рейнхард не собирались позволять только что прибывшему полицейскому батальону бездействовать в отношении люблинских евреев. Если бы убийства не возобновились, то мог бы начаться процесс закрепления жертв в транзитных гетто и лагерях. Для большинства полицейских 101-го резервного полицейского батальона жгучая память о последующих действиях в Юзефове затмила более мелкие события, произошедшие во время их четырехнедельного пребывания к югу от Люблина. Однако некоторые помнили, что принимали участие в этом процессе консолидации. Собирали евреев в небольших поселениях и переселяли их в более крупные гетто и лагеря. В некоторых случаях хватали, грузили в грузовики и отправляли в лагеря под Люблином только так называемых рабочих евреев. В иных случаях все еврейское население было собрано и посажено на грузовики или отправлено пешком. Зачастую на их место собирали и переселяли евреев из окрестных деревень. Ни одно из этих действий не сопровождалось массовыми казнями. Хотя евреи, которые были слишком стары, немощны или больны, чтобы их можно было транспортировать, по крайней мере в некоторых случаях были расстреляны. Впоследствии бойцы батальона не смогли вспомнить ни городов, из которых они депортировали евреев, ни мест, куда евреи были переселены. Никто не произнес слов «Избицы и Пяски», хотя это были два основных переходных гетто к югу от Люблина, которые использовались для сбора евреев. Судя по всему, из-за процесса консолидации Глобочник потерял терпение и решил возобновить убийство. Поскольку депортация в лагеря смерти в то время была невозможна, доступной альтернативой стал массовый расстрел. Для этой задачи был выбран 101-й резервный полицейский батальон. Субтитры создавал DimaTorzok